В Кингисеппе активно действует программа трудоустройства школьников во время каникул, а есть категория лиц, которая тоже имеет желание работать, но не имеет возможности. Местные инвалиды вынуждены просто сидеть без дела, не находя себе применения. Об этом уже давно начали задумываться в Центре занятости населения. Одна ниша на домный труд была не заполнена многие-многие годы. На сегодняшний момент Центр занятости проводит большую работу по трудоустройству. У нас есть программа трудоустройства и создания рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями, которые имеют разные проблемы. И мы создаем рабочие места с помощью наших работодателей, выделяем субсидию для того, чтобы купить оборудование, материалы, обеспечить рабочее место. Но есть и такие граждане, которые не имеют возможности трудиться в цехах или на производстве. Им нужны другие условия и индивидуальный подход. Такой, какой предлагает Оксана Сахановская. Ее визит в Кингисепп – результат проделанной работы директора местного центра занятости. Организация «Русская Ива», которую представляет Оксана, занимается реализацией продукции, сплетенной из лозы. «Моя мама в 1991 году открыла такой маленький семейный бизнес, которым родная сестра именно умела плести. И от этого потихонечку-потихонечку начали обучать людей. Началось очень хорошее перспективное предприятие по производству мелких изделий, плетеной мебели». Этим видом деятельности вполне могут заниматься люди, имеющие какую-либо группу инвалидности. Такая система хорошо налажена в Литве. Оксана для развития бизнеса и привлечения рабочей силы и сама ездила обучаться к зарубежным коллегам. «Я увидела громадный двухэтажный дом, который битком набит разнообразными корзинами. Хлебницы, лотки, корзины грибные, дровники, велосипеды. Вот все, чего только душа. Одни грибных корзин видов порядка ста. Я спросила, где все плетельщики, которые это все плетут. На дому все плетут. Как это так? И утром я увидела такую казину. Подъезжает машина, частная машина. Люди, кто плетет, выгружают готовое уже изделие, заходят на склад, берут, загружают готовое сырье. Мои литовские коллеги сразу рассчитываются с плетельщиками, люди уезжают дальше работать». Для этих работников не существует начальства, которое может быть чем-то недовольно. Как нет и графика, под который надо подстраиваться. Есть лишь заказчик, забирающий готовые изделия и оплачивающий труд инвалида. В Кингисе предприниматель Сахановская приехала преподать начальный мастер-класс. «Когда человек тренируется на таком педажере, он, во-первых, уже чувствует, как прутик гнется, что происходит, когда он ломается, когда происходит груст. На самом ненужном месте, вы придете, и раз, и он ломается, и говорит, что же мне делать. И я учу, как заменять груст незаметно, вот на этом тренировочном жаблоне. Первое, как бы, когда мы плетем, мы на этом же тренировочном тренажере делаем первую, как мы говорим, загибку, чтобы у нас получилось такое-то уже полноценное изделие». Ива для плетения растет буквально под рукой, в канавах вдоль железных дорог. Но у изделий, созданных из этого сырья, отсутствует внешний лоск. Оксана, разузнав секреты искусственного лозоплетения, делится ими с теми, кто не опускает рук. Сама она отошла от сбора сырья в общественных местах и теперь выращивает целые плантации селекционных сортов. Кстати, неподалеку и от Кингисепа. Так что местным желающим принять участие в своей же судьбе остается лишь стать немного активнее и захотеть научиться заниматься ремеслом, которое приносит доход.